Около получаса длился обстрел Гнутова. Снаряды падали на жилые дома и территорию контрольно-пропускного пункта. А накануне ночью под огнем оказалось соседнее село Пищевик. Есть ли пострадавшие и как ситуация отразилась на работе пункта пропуска, узнавала Татьяна Уралова. Пожар полыхал в Пищевике всю ночь. Снаряды повредили три дома. Сразу попали в гараж. И гараж сильно там толь. Рубероидом накрыто. И деревянные. Потом сарайки пошли. А потом уже на хату пошло. Накануне ночью в поселок прилетело несколько десятков снарядов. В большинстве дворов появились новые воронки. Идите, идите. Вот окошко тепло вон. Все вылезло. Шифер он. Не уцелело ни одного окна. Осколками посекло и дом, и хоз постройки. Я говорю, бабах один, второй, третий. Я не считал. Так он там ведра побил, дыры вон, баку тут он с водой накачивает. Дыры побил, вода вытекла. В селе Пищевик всего две улицы. Сейчас здесь едва наберется два десятка жителей. В основном это пожилые люди. Большинство населения выехало еще в 2014-м, когда начались боевые действия. И вот обстрелы возобновились с прежней силой, говорят местные. Мы даже в подвал не успели. Да не то, что не успели. Муж сказал, сиди, никуда не рыпайся. Куда бежать, если осколки сыпались. Минувшим вечером снаряды разрывались в жилых кварталах Гнутова. Под огнем оказался и КПВВ. Обстрел продолжался более получаса. После прямого попадания один из домов загорелся, но пожар быстро потушили. Никто не пострадал. По словам пограничников, на работе пункта пропуска вечерний обстрел не отразился. КПВВ начало функционировать вчасно, с 7-й годы рамки. Надалее, если не будет загроза безусловно гражданам, которые перетинают линию заткнений, мы будем работать до 18.30 в штатном режиме. Но пограничники отмечают, в случае нового обстрела, который может начаться в любую минуту, пункт пропуска приостановит работу. Татьяна Уралова, Александр Довыденко. Специально для телеканала Донбасс.